А откуда у вас канарейка? Специально летал на Канарские острова и привез оттуда. Да, в магазине на Тверской полно таких птичек. А вы пробовали там припарковаться? Лип-дю-ка! Мой муж запаролил ком, чтобы я не сидела в интернете. Смотрю, стоит пароль. Нажимаю подсказку, написано морглёно. Пишу дальше пароль, дура. И вот я сижу в интернете. А Лёва, а кто такие мамонты? А это до войны такие слоны были. Лекции нужно читать так, чтобы третья курсница из похмелья вскакивали по будильнику и мчали здесь весь город, чтобы послушать вас полтора часа. Лип-дю-ка! А почему все во время приёма на работу требуют высшего образования? Чтобы была гарантия, что этот человек способен заниматься бесплатно какой-то неинтересной фигнёй. Женщина, сидящая рядом со мной в самолёте, беспрерывно болтала. Никакого спаса от неё не было. Я уже начал жалеть, что женился на ней. А ты кем работаешь? Мне платят за то, что я борюсь с земным притяжением. А, Лёдчик? Грузчик. Муж-боксёр часто скандалил с женой-каратисткой. Но тёща, мастер спорта по пулевой стрельбе, очень быстро их успокаивала. Кто обещал посуду помыть? Ну, кто обещал, тот и помоет. Ну, иди мой. Ну, перед сном помою. Иди спать. Лёдчико. Настоящая идиллия в семье, это когда жена с пассажирского места кроет матом созревавшихся пешеходов и нерадивых водителей, озвучивая твои мысли. А где живёт Дед Мороз? Ты кому-нибудь читали ваши новые стихи? Никому. Тогда почему глаз подбит? Ха-ха-ха-ха. Вот скажите мне, это нормально, когда человек, покупая новую клавиатуру, перетряхивает в него крошки из старой клавиатуры? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok